так еще один фильм сегодня снимает 22 июня а вот дикая жара загнала меня так что я боюсь должно выйти я на лечению чтобы не получить удар такое бывает и так значит мы с вами посмотрим вот эту тему вот эта тема довольно своеобразная вот как она звучит я отвечаю на вопросы почему потому что есть такие люди которые имеют желание кандидата в доктором наук я приводил примеры делал фотографии повторяться не буду делал фотографии вам сократно но так чтобы были видны руки и ноги и виде посадка вот эта смертельная посадка в углублении а она действительно смертельная это я убедился когда стал неким санягорским авторитетом сотни коротких но учебных фильмов по местному телевидению была такая программа сейчас такого же невозможно потому что сейчас все решает все деньги а деньги за значит что нету спонсора мы показывать не будем они не рекламные и тогда я пользуюсь той известностью побывал добрые сотни садов константинович погибает и что вы думаете ну понятно большей частью изрезанные спины доведенная до смерти как будто над ними работал мне садовод а плотник стояк а тут получалось очень много случаев таких растет улыбление мертвого 5 10 лет мертвого я уже и прыскал а я уже и что только не делал мне уже посоветовали метки от это туда солнце не попадает какой солнце гниется с основания штампа в яме посадок примеры приводил много и кончилось тем что одна тема переходит другую смотрите пусть я повторюсь итак груши культурные я отвечаю на многочисленные вопросы скобках они южные холодная россия заболевают сразу 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 вот но первое то вы уже и сами догадались мороз помните как по-брязки мороз помнили нет сейчас вас по-брязки научу ходить мороз по-брязки холодно вот так вот это я уже матерюсь на тех кто учит это калечить груши так и посадить в ямки когда они оказываются холодной россии конкретно один из проблем это посадка на холм пишу посадки на холм до сих пор почти нет спасибо ну то есть мы во всей россии в любви северо-запада до дальнего востока вы везде увидите одно и то же посадка в лучшем случае на ровном месте посадка в углублении вот подтвердите сами подтвердили они начинают сопривать на уровне земли то есть если даже не на холм там сыро если еще есть углубление чашеобразно почве вот фотографии море вспоминаем если заглублена корневая шейка это тоже самое все для груши это смерть если конкретная груша в геноме сухая родина дело в том что сухая родина это происхождение груши об этом никто не знает кроме меня но судя по реакции судя по этой губительной агротехники доктор наук учит грушу садить вот эти ямки я показывал несколько раз доктор наук она показывает только листья которые заболели да это факт все начинается так огромные миллионы просмотров миллионы участников подписчиков сайты и обязательно любое показывают грушу часто глушу вот на ней пожухлые листья она явно умирает показывает верхнюю часть ой спасите помогите и вот якобы специалисты что делают а вот самое гуманное это вы сейчас распорками раздерете крону вот так вот и туда солнце хлынет заметьте гниют корневая шейка гниют основание штампа а вот так вот а вы возьмите тоже есть эти специалисты причем мои оппоненты а вот так вот она же вот такая а вот так вот наоборот теперь чашу ей делал то есть режьте все селедку вырезайте селедку и людей это жалко они же обращаются к специалистам а получают смерть дальше по диагнозам ржавчина берем шире комикоз маниллез парша и прочее вот многие считают просто ржавчина и все подразумевается десяток якобы грибных болезней а таких болезней в природе не существует об этом знает я и вы больше никто не знает наука никто не знает итак овертвление веток штампов листьев причина выше и только внимание мы переходим к другой теме только потом то яги грибы лишайник грибки начинают свою очистительную работу это их работа как их ненавидят яды стамески шпатели щетки по металлу вот это есть работа якобы специалисту которые еще говорят железом герметику изучал а у меня шикарное образование подразумевается что у кандидата наук она знает все она не знает что что и ненавидит грибы лишайники это я пишу трудяги грибы лишайники мхи начинают свою очистительную работу бороться с этим с помощью ядов это отравление самих садоводов никто об этом не думает в лучшем случае намордники говорят одевайте в смысле эти самые защитные маски в лучшем случае вот отравление почвы а его как спасешь от яда ведь вроде бы борется с грибами лишайниками а пусть это в чем виноват яд то попадает почву отравление плоду отравление почвы это все это обертление всей подземной экосистемы от со эко деньги на труд на ветер а плоды если даже успеете получить то их надо сразу выбрасывать посмотрели а теперь закончим это вот этим вот самым это будет как вот наверное это можно назвать как прикол вот это вот вот это можно назвать как прикол сейчас минуточку мы с вами попадаем ко мне вот сюда это мой фотоаппарат а это сейчас покажу я снимал прямо с экрана сейчас вы поймете какие у нас учителя я не мог это пропустить почему просмотров много в отличие от меня от моих сотен тысяч десятков тысяч вот казалось бы замечательная женщина и вот она лишайник на плодовых деревьев что делать с лишайником сейчас она насчет здравия захочется за упокой упокой дерево да вот сейчас эта милая женщина начнет учить как убивать деревья смотрим какого-то вреда не наносит речь вот она держится рукой это лишайник милая женщина вот зачем мне на лице маска нет это уже не от ковида это она прыскать будет ядом это потом следующая она говорит а я снимаю с экрана останавливаюсь снимаю и сразу обратите внимание страшная рана вот эта рана что тут делает а вот та рана вот она где ее вот смотрите правая рука вот где у нее изгиб руки локоть страшная рана и если бы вы увидели все дерево вот таких страшных ран 10-20 начитали дерево искалечено и она вместо того чтобы сказать вот еще прям а вот его правая рука вот видите плохо видно вот она на темном чуть чуть светлее вот еще одна страшная рана она ее не видит она видит последствия эти самые это же лишайники последствия видит изувеченное дерево что надо делать в таких случаях надо сказать все ручка сдохла еще не сдохла но сдохнет потому что грибы они и лишайники которые на дереве они не вредят они уже занялись этим очистительной работой мертвичины мертвичины вот а так увидели искалеченную мусмер дерево искалеченную мусмер о чем она не догадывается что это причина лишайников она не столько же старая ну а теперь пару там 20 секунд остановка 10 секунд остановка еще лучше видно и вот она пишет и говорит говорит лишайники везде в природе да везде конечно везде все умирает и они занимаются своей работой все верно этим лишайником ой вот это рана ой какая рана и это не ты ли сама это это дикую рану сделала вот этими милыми ручками а а теперь ищешь виноватых этим лишайником находится в общем то существовать то есть якобы ну приходится с лишайником существовать пока еще пойдет я тоже считаю что вынуждено дерево существовать с лишайником раз она больно и раз у него мертвичина лишайник садится на мертвую кору на мертвую и не мешает дереву остатку дерева существовать и жить она занялась своей работой еще на живом дереве никуда от этого не деться дерево еще живо но искалечено ну дальше рассудение он просто на нем существует еще ничего пока еще пока еще за здравие ну существует а дальше жуть какая она придумала что вот под этим вот ручка ее милая вот под этим вот там всего-то ничего то что там самую жуть кто-нибудь зимует вот нашла причину теперь уничтожать вы догадались она будет уничтожать лишайник ищет причину смотрите дальше споры грибов задерживаются да грибы так же как лишайники так же как мох на дереве они занимаются своей работой и никакие эти самые и вот сейчас якобы чтобы а значит и споры грибов а безобидны и ради того чтобы эти безобидные споры уничтожить вы выковырять оттуда начинается вот эта работа которая абсолютно неправильная вот а и самое интересное вы знаете она нашла удивительную причину выглядит неопрятно и неприятно вот вам причина вот теперь да вот это изуродованное пилой дерево изуродованное заболела покрылась мертвичина покрылась мертвой тканью мертвая живая никогда покрылись лишайниками теперь ей неприятно и неопрятно это чудовищно и началось нашла причину неопрятно будем мы бороться не с вот этими страшными агротехникой назвать ее серьезно так и хочется это самое материться берем щеточку ножичек она даже не знает что она сейчас калечит дерево будет продолжать счищая лишайники она будет продолжать уничтожать дерево мало ему дереву она все больное у лишайника она сейчас еще будет уничтожать и фианики сокращать еще жизнь ну вот зачем ты резешь в это дело что ты в этом понимаешь а клещина плоскорезом ооо знаете как это удобно счищаем говорит она мойку кехлер вот вам делать нехрен еще надо деньги на это тратить не просили было не калечит дерево а дама химический способ значит опять магазин намордник опять ооо точно надела ее все таки теперь сняла а зачем ты ее сняла а тебе надо это все рассказывать поэтому ты рискуешь жизнью сняла эту повязку и делаешь дурную ненужную работу совершенно это миллионы миллионы людей вот так вот заставляют делать вот красиво все закончилось вот последнее слово меня зло берет чтобы оно еще красивое было ну ты думаешь что ты делаешь а вот этот небольшой фильм я посвящаю это у меня есть такое отдельное это называется кунсткамера вот кунсткамера идет кунсткамера неправильных советов вот туда помещу поместью в этот раздел ну что это такое красивое дерево вот закончу еще еще раз есть реанимация я там лежал и не раз и там лежат люди покрытые грибами вы знаете что там лишний раз не помоют не подмоют так нет лишний раз не повернут человек лежит в пролежьях человек лежит в этих самых серьезно грибами покрытые даже если внешне выглядит чисто вот запах все вспомнили и вот представляете заходит туда вот такой специалист вот с таким вот пшикалкой и говорит сейчас мы вас вылечим есть такие дезодоранты и запах у этого дезодоранта сейчас мы вас и каждого человека опрыскали 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 а потом ну че лежите вы здоровы встали и пошли ну вы поняли а дерево то оно беззащитное красиво будет ага сейчас после этого уродливых этих самых издевательств после того когда вот это вот сотворено вот это вот вот это вот вот это вот вот это но разве можно так вы что думали когда сюда вот вы видели рана не только не зарастает рана на концу она растет вместе с деревом росла вместе с деревом она от мороза потрескалась сейчас там внутри грибы грибы которые вы с чем болитесь то они внутри какое красиво какая красота вы че с ума сошли все заканчиваем мне уже нервы не выдержит осталось придумать название такое чтоб людей да пересылайте друг другу ведь нельзя же так то ведь наши миллионы садоводов и миллионы губят деревья следы вот этим она даже не ведает что творит я не зря пример привел с этим с реанимацией все друзья я выключаю ну и кстати сказать так что-нибудь из рекламы а когда вы впервые посадите деревья не подходите к ним с секатором вы их купите на счете с моих косточек семечек вот они точно в секаторе не нуждаются если вдруг потом когда я это какие-то эти ну а пока задача ваша пока у меня ну как где это я не выключил пока у меня пока у меня пока у меня вот это вот пожалуйста читайте косточки по 15 рублей пока лето потому что свежий урожай будет два раза дороже вот еще пока вы читаете я подожду секунду и выключу выключу этот фильм учитесь и обращите многое из того что вы слышите вот впервые ошибка гигантская дикая невероятная всепланетная на грибы свалили грибы которые не едят живую ткань свалили все в это и главное тупая ненужная глупая как еще назвать смертельная работа для людей для почвы для самих деревьев какие к черту шпатели вот думайте думайте тут же покупайте эти намордники и прыскайте и прыскайте ну нельзя так то женщина ну если вы ничего не понимаете в этом ну зачем вы это распространяете вот это почему вы не заметили что ваше дерево искалеченное чуть не сказал эту мать как на я так это как это так так как да так так